Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами еще одно упражнение на модальные глаголы. И на этот раз нам придется использовать, ну, почти все, можно сказать, глаголы, которые есть в природе. Это и could, это should, should у меня будет синий, это у меня будет и might, и это у меня будет or to, и это у меня будет don't have to, и само собой отдельно у меня просто будет have to, и еще у меня будет must и may, и у меня уже цвета кончаются, must и may, я уже не знаю каким цветом, may, и еще правильный инфинитив, правильное время инфинитива, то есть у нас может быть perfect infinitive, у нас может быть там continuous infinitive и мало ли там еще. Значит, сразу же хочу оговориться, когда у вас подобное задание, когда у вас, скажем так, нужно перефразировать какое-то предложение или просто построить фразу, которая там значит предположение или обязательство или логическое заключение какое-нибудь или еще там еще бог знает что, и вам нужно использовать модальный глагол, не удивляйтесь, что у вас может быть не один вариант перевода, у вас может быть один, два, три, четыре варианта перевода с разными модальными глаголами, ибо по сути каждый модальный глагол значит несколько вещей. Could может значить предположение и логическое заключение, и предложение, и разрешение, и так практически со всеми модальными глаголами. Это абсолютно нормально. Поэтому не ищите, пожалуйста, там ultimate answer какой-то, там супер, самый правильный ответ на свете. Самых правильных ответов может быть два, три и более того. Не удивляйтесь, с модальными глаголами это абсолютно нормально. Итак, смотрим первое предложение. За нас все подумали уже. Mark lied to his teacher and when she found out she was very angry, what do you say to him? Значит, Марк солгал учительнице, и когда она это узнала, она очень рассердилась, что бы ты ему сказал, или что ты ему скажешь. Значит, здесь у нас для начала давайте проанализируем ситуацию в том смысле, что мы вообще хотим выразить нашим модальным глаголом. Здесь у нас упрек, однозначно упрек, рекомендация в каком-то смысле, совет, можно так сказать, но совет, касающийся прошедшего времени, потому что lied у нас прошедшее время, found out прошедшее время, поэтому действие было в прошлом, значит, у нас будет, скорее всего, перфектный инфинитив. И у нас упреки и советы выражают два глагола. У нас может быть should и у нас может быть ought to. Это самые такие базовые. Не путайте, пожалуйста, с обязанностями. Да, там может быть must, там может быть have to, что-то в этом роде. Здесь у нас упреки и советы. И у нас будет комбинация с should have, там, light, и ought to have, чего-то там, и так далее, и так далее. Разница только в том, что should означает рекомендацию вообще любую, она, ну, скажем так, морально будет нейтрально, этически нейтрально. Or to всегда выражает рекомендацию более такую высокоморальную, то есть это принято делать, это правильно делать, и так далее, и так далее. You shouldn't have lied to your teacher. Тебе не следовало лгать своей учительнице. Вот таким образом. То есть у вас будет комбинация should, дальше у вас not, ну, поскольку я рекомендую не лгать, и я упрекаю человека, что он солгал, а не надо было этого делать. И дальше я ставлю perfect infinity, вот он у меня. С ought to у меня полная аналогия, все то же самое, с той разницей, что, заметьте, отрицаний у меня нет. Здесь у меня тебе следовало сказать правду, то есть, по сути, я ту же самую мысль выражаю другими словами. Здесь я избегаю отрицаний, не забывайте, что to обязательно после ought ставится, это его характерная черта. И вот у вас два варианта одной и той же фразы, одной и той же мысли, скажем так. Ладно, посмотрим, что у нас дальше. A student has just come into the class and left the door open. Студент только что вошел в класс и оставил дверь открытой. It's noisy outside. Значит, там снаружи, в коридоре, там или где-то очень чумно. What do you say to him? Значит, что вы ему скажете? Итак, давайте подумаем у нас, как бы, с одной стороны, действие вроде бы как в прошлом, оно только что закончилось. И у нас большое искушение, во всяком случае у меня, сейчас влепить сюда перфектный инфинитив. Но давайте не будем спешить с выводами. Давайте подумаем, а что мы вообще действительно хотим человеку сказать? Значит, я бы сказала, я бы попросила его закрыть дверь, во-первых. Ага. Значит, это у меня будет просьба. Просьба. О, нет, это не просьба. Это непонятно что. Просьба. Значит, если у меня просьба, просьбы могут быть разными, они могут быть более формальными, менее формальными и так далее, и так далее. Но если всё-таки это просьба, значит, я могу здесь использовать will, я могу использовать would и could, наверное, ещё. Могла бы, да. Could и would это если очень вежливо, will это если неформально, более так, ну, не то чтобы невежливо. Это нормальное дело, ну, допустим, я вот так вот хочу сказать. Значит, я начну, наверное, с вежливости. Я поставлю could. Это будет очень вежливая просьба. Could. Could you. И я, значит, если у меня просьба, просьбы в основном у нас 99% случаев это настоящее время. То есть в просьбах у нас будет по определению стоять present infinity. В перфектов не будет. Could you close the door? Could you close the door? И для полного букета я ещё поставлю слово please. Я поставлю запятую, здесь поставлю слово please. Значит, это супер-дупер вежливо. Если я не хочу рассыпаться в таких просьбах к студенту, я скажу по-другому. Would you. Would you. Можно would поставить. А would у меня есть в вариантах. А у меня его нет в вариантах, кстати, этого would. Так. May. Must. Have to. Not to. Could. Should. Нету would. Ну, что сказать. А я хочу. Вот хочу и всё. Would you close the door? The door. Здесь тоже можно поставить please, но я его не хочу ставить. Как ещё можно было бы сказать? Можно было бы ещё сказать will. И will у меня звучало бы так. Сейчас я спущусь ниже. И вот здесь у меня такое будет. Will you. Will you. Please. Please, допустим. Please я в скобки возьму, его не обязательно здесь ставить. Will you please. Please. Close. The door. The door. Вот таким образом. Это тоже вежливая достаточно просьба, но менее формальная по сравнению с would и could. Значит, если следовать условию упражнения, то мне здесь нужно было только с could соорудить что-то. Больше я ничего не имею права поставить. Ну, в принципе, ещё can, наверное, можно было бы. Но can you close the door? Ну, в принципе, тоже может быть. Хорошо. Давайте ещё один вариант. Can you close the door? Это самый неформальный вариант. The door. Далее. Your father wants to know where your sister is. You think she is playing football in the garden. What do you say to your father? Итак, отец хочет знать, где ваша сестра. Вы думаете, что сестра играет в футбол в саду. Что вы скажете отцу? Значит, опять же, давайте подумаем, что мы хотим сказать. Вы думаете. Вот здесь ключевое выражение. Вы думаете, что она играет в саду. Это не факт, что она играет в саду. Но вы так думаете. Это что? Правильно. Это предположение. Предположение. А если у меня предположение, значит, у меня может быть глагол с разными долями уверенности. Если здесь стоит слово think, вы думаете, то вы уверены, так скажем, от 30 до 50 процентов у вас уверенности будет. Где-то так. То есть уверены, но не очень. И поэтому я могла бы здесь использовать could, я могла бы использовать may и могла бы использовать might. Might. Might – это очень большая доля неуверенности. Это процентов 30, где-то примерно так. И could и may – это больший процент уверенности, где-то процентов на 50. То есть уверенно, неуверенно, кто его знает. Итак, далее. Обратим внимание еще на одну вещь. Здесь у нас стоит продолженное время. Я его хочу показать. Это явно в настоящем времени будет происходить. Но это длительно. Поэтому здесь у меня будет continuous infinity. Будет be playing. Вот это дело у меня будет be playing. И у меня будет такая фраза. Значит, здесь я вот так отделю. Значит, she may be playing. Playing in the garden. Футбол еще. Футбол in the garden. Вот таким образом. Вот такая будет длинная фраза. Как еще можно было? Можно было бы еще так. Так, she might, might be playing. Это если я совсем не уверена, на 30 процентов, там где-то совсем чуть-чуть. Might be playing футбол. То есть идея та же самая, только уверенность меньшая. In the garden. Вот таким образом. Garden. Можно было бы... She could be playing футбол in the garden. Но это по сути то же самое. Едем дальше. Следующее. Your friend failed in the exam at school. He hadn't studied at all. What do you say to him? Значит, ваш друг провалил экзамен. И он совсем к нему не готовился. То есть он не учился. У нас стоит past perfect. Значит, показывает, что он до того, в прошедшем времени, до экзамена, совсем не учился. Что бы вы ему сказали? Значит, первое. Во-первых, это упрек и совет. Это почти полная аналогия с тем, что у меня было в первом. Вот в этом. Значит, здесь у меня то же самое. Здесь у меня опять упрек и совет. Упрек. Больше упрек, чем совет. Что уже советовать? Уже как бы все случилось. Равно как и здесь, кстати. Поэтому у меня здесь будет 100% should и ought, опять же. И здесь у меня будет, поскольку дело происходило, опять же, в прошедшем времени, у меня будет perfect infinitive. У меня будет такое. Значит, правильная вещь, моральная вещь, хорошая вещь, которую надо было сделать. Надо было учиться. You ought, you ought, ought to have studied, studied before exams. Вот что-то в этом роде. И before your, your я еще напишу, exams. Вот такая фраза. Тебе следовало учиться, потому что это правильно. Это все нормальные люди так делают. Или, допустим, you should, should have, это более нейтрально, studied. То есть, я не апеллирую к какой-то там общепринятости, а просто высказываю свое мнение. Надо было тебе учиться, что ж ты хочешь теперь. Значит, you should have studied before. Надо было раньше готовиться. Далее, следующее. Your friend always looks tired. You are sure this is because she doesn't get enough sleep. What do you say to her? Значит, ваша подружка вечно выглядит уставшей. Вы уверены, что это потому, что она не досыпает. Что вы ей скажете? Значит, здесь у нас классическая рекомендация. Здесь у нас совет тоже. Но совет больше в смысле рекомендация. Рекомендация. То есть, здесь я могу, как говорится, повлиять на события. Если в прошлом предложении, в четвертом, в первом, я на события уже никак не могла повлиять. Я могла только высказать свое, так сказать, неодобрение. То здесь, ну, да, я могу человеку посоветовать и что-нибудь, наверное, изменится. Поэтому, значит, здесь у меня, во-первых, будет present infinity везде стоять. А во-вторых, у меня будет здесь, опять же, should. И здесь, наверное, ought to вполне тоже может подойти. Здесь будет такое. You should get enough sleep. Тебе надо спать дольше или спать достаточно. Или же you ought. Это почти то же самое. To get enough sleep. Enough sleep. Вот таким образом. Можно ли здесь поставить must? Must, честно говоря, я не знаю, я бы не ставила здесь must, потому что, если бы инициатива исходила от человека, которому нужно это делать, можно было бы поставить must, но здесь инициатива исходит от вас. Поэтому вы рекомендуете человеку must, в рекомендациях не употребляется. По большому счёту, можно было бы поставить ещё, как вариант, провести эксперимент и поставить have to. Have to. Have to – это будет переводиться примерно так. Тебе придётся больше спать. Вот в таком роде. То есть, ты вынуждена больше спать будешь, дабы тебе выглядеть и вообще жить по-человечески. Если в таком духе, то можно ещё, конечно, сказать you have to get enough sleep. Но это уже больше за уши притянуто. Лучше всего should и лучше всего ought. Это, несомненно, правильно. Далее. Шестое. Your friend wants to buy you a gift for your birthday. You think it's not necessary. What do you say to her? Значит, ваша подружка хочет купить вам подарок на день рождения, а вы считаете... Ага, здесь опять слово think возникло. Что в этом нет необходимости. Что вы ей скажете? Значит, здесь у нас... Что бы нам здесь можно было бы поставить? Значит, не надо. Короче говоря, ключевая фраза здесь. Не надо. Нет потребности. Если у меня нет потребности или что-то не надо делать, это явный намёк на то, что здесь будет сейчас need. И так оно и есть. Здесь очень подошло бы need. You needn't buy me a present. Вот в таком роде что-то. You needn't, тебе не нужно, you needn't, buy me a present. Помним также, что need может быть не только модальным глаголом, он может быть ещё смысловым. И поэтому здесь может быть запросто ещё такой вариант. You don't need. Это то же самое. You don't need to buy me a present. Хотите так, хотите так. Значение никак не будет меняться при этом. Далее. Если, допустим, я не хочу здесь ставить need, что мне можно здесь поставить? Ну, допустим, ну вот не хочу. Не хочу и всё. Значит, тебе не нужно покупать подарок и не покупай. Вот в таком смысле. То есть я в каком-то смысле распоряжаюсь. Я человеку навязываю свою волю. И если у вас вот в таком ключе ваша фраза, тогда он вам прекрасно подойдёт have to. У вас будет такое. You don't have to buy me a present. Тебе не нужно покупать. Это в смысле ты не должна. You don't have to buy. Shouldn't здесь не подойдёт. You don't have to buy. Что там дальше? Я уже забыла. Me a present. Вот такое. Или gift. Gift. Может быть gift, может быть present. Это уже ваше личное дело. Что вы там поставите. Как бы там ни было, значит, здесь тоже, как видите, может быть запросто два варианта. Далее седьмое. Your friend can't find her mobile phone. You think she left it in the car. What do you say to her? Значит, ваша подружка не может найти мобильный телефон. Вы думаете, что она его оставила где-то в машине. Что ей сказать? Значит, здесь у нас... Что вы ей скажете? Ты, наверное, оставила его в машине. У вас что? Правильно. Здесь опять предположение. Предположение. Важно определиться, с какой долей уверенности будет моё предположение. Значит, вы считаете практически то же самое, что в третьем. Вот здесь тоже. Значит, здесь у меня может быть may. И может быть... Здесь может быть may. Здесь может быть might. Если я совсем не уверена. Это мои предположения. Может быть could. Тоже как вариант. Но, в отличие от третьего, здесь действие уже совершилось. И оно совершилось в прошедшем времени. Left. Поэтому у нас будет perfect infinitive здесь стоять. Perfect infinitive. У меня предположение касательно прошедшего времени. Как это будет выглядеть? You, допустим, may... Might. Давайте я покажу, что я совсем не уверена. You might have left it, это в смысле mobile phone, in your car. Ты, должно быть, оставила его в машине. Или же You could have left it in your car, что то же самое. In your car. Вот таким образом. Предположение с большой долей неуверенности касательно прошедшего времени. И последнее. Восьмое. Steve was very rude to him and didn't apologize to her. What do you say to him? Стив был очень груб с Ким и не извинился перед ней. Что вы ему скажете? Значит, здесь у меня упрек и рекомендация. Более того, рекомендация очень жесткая. Тебе следует извиниться. Ты должен извиниться. Потому что все воспитанные люди так делают. Поэтому я здесь запросто могу поставить. Здесь у меня тоже совет и упрек одновременно. Но больше все-таки совет, чем упрек. Поэтому я ставлю здесь, может быть, you ought, поскольку это прилично. You ought to apologize. Обратите внимание, что здесь у нас apologies. Apologies. Но здесь еще может быть какой вариант. Он был груб и не извинился. Значит, можно понять это как упрек. Что я хочу сказать, что тебе следовало бы извиниться. Или тебе не следовало бы быть грубым. В таком смысле. Это тоже немного за уши притянуто. Но как бы то ни было, я хочу показать, что здесь может быть перфектный инфинитив. И здесь может быть такая фраза. You should have apologized. Он же не извинился в прошлом. To came. Вот такая вот у вас будет фраза. Если вы хотите упрекнуть человека и высказать ему претензии и критику. Вот такое упражнение. В принципе, упражнение как бы несложное. И ничего такого не было невероятного. Но как бы там ни было, опять же, я умышленно писала по два варианта. Хотя бы в одно предложение, дабы показать, что с модальными глаголами есть огромное пространство для маневра. Какие модальные глаголы мы использовали? Значит, у нас было may. У нас было could, should, might, or to. Во всех видах. Don't have to, по-моему, где-то там было. Вроде бы have to. Но я его притягивала за уши, поэтому не будем говорить, что оно было. Единственный глагол, который я никуда не поставила, это был must. Must может быть либо долженствование какое-то, то есть ты должен, ты обязан. Или же это может быть предположение с очень большой долей уверенности или логическое заключение. Здесь, по сути, таких предложений не было. Но, возможно, восьмое. Я могла бы сказать, you must apologize. Ну, как вариант, почему бы и нет. Ну, так, для полноты картины, чтобы было, как говорится. Вот, хотите, ставьте, от, should, should. Это более, ну, что ли, не так резко. Must очень резкий глагол, поэтому осторожней с ним. Он такой очень однозначный, очень такой, как говорится, прямолинейный. Как бы то ни было, я постараюсь сделать еще парочку упражнений в этом же роде на эти глаголы, дабы вы увидели всю полноту картины, вы увидели, насколько это прекрасный инструмент, дабы что-то высказать, дабы показать, что какие-то там отдельные нюансы, значения, или там еще чего-нибудь и так далее, и так далее. Кому это надо, смотрите дальше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...